На девятом канале мировая премьера. Мы начинаем показ восьми серийного детективного фильма «Господа товарищи». Разгул криминалов в Москве 1918 года и вынужденное сотрудничество в уголовном розыске следователя царской сыскной полиции и молодого большевика моряка-балтийца. О том, как классовые враги сражались с преступностью. Евгения Эрнст. Прижимы доли с ожерелья отдать должен. Должен, да. Мы с ним встречаемся. После революционной Москвы город держат в страхе сотни дерзких банд. Чтобы защититься от беззакония и насилия, в уголовный розыск идут работать не только большевики. В схватку с самыми беспощадными вступают профессионалы царского сыска. Какие-то очень странные налетчики. В народе их прозвали «побрыгунчиками». Я возьму это дело. Бывший следователь сыскной полиции Николай Вараксин. Главную роль исполнил народный артист России Александр Домогаров. Благородный аристократ. Вынужден пойти на сотрудничество с новой властью ради спасения сестры Анны. Она стала жертвой нападения банды «попрыгунчиков». Моряк-большевик Петр Соколов в роли Истулу приверженца советской власти, уже успевший заявить о себе, 30-летний Вячеслав Крикунов. Противится сотрудничеству с буржуем. Но он же из царской полиции. Сколько наших этих жандарм по тюрьмам сгноили? А мне теперь с ним на пару одну вахту стоять? Однако врагам волей-неволей приходится искать общий язык в процессе расследования убийств. Только я, ваше благородие, сюда не шутки шутить пришел. Меня партия направила, чтобы покончить с преступностью и бандитизмом. Съемки фильма проходили не только на улицах российской столицы и в павильонах Мосфильма. На роль города 20-х годов прошлого столетия идеально подошли дворы и строения Владимира. Часть антуражей столетней давности воспроизвели на улице Володарского. Один из старых колоритных жилых домов на время превратился в отделение милиции. Сложность, по признанию режиссерской группы, возникла лишь одна. По сценарию в некоторых сценах должна была быть зима. Но у погоды на момент съемок было весеннее настроение. К тебе взываем, отец зла. Прими обненные жертвы нашей. Люцифер! Детективные расследования, мистика. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Именно этот факт, по словам актеров, вдохновлял на работу. Как-то было дело, выпить захотелось. Здесь же и история знаменитой Мурки, и дело чрезвычайное. Ограбление председателя субнаркома Владимира Ленина. Ого! Так это ша! Пусть идет, сказал. Евгения Эрнест, информационная программа «День», 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова